Добрый день, дамы и господа. Мы начинаем наш цикл роликов, посвященных разбору школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по истории. И сегодня мы с вами поговорим про пятый класс. Итак, поехали. Первое задание. Рассмотрите изображение, имеющее отношение к пяти разным видам трудовой деятельности человека. Каждое изображение имеет строго одну пару. Выберите порядковый номер изображения, не имеющего пары. В данном случае самое главное для участника, выполняющего этот номер, понять, что пары не имеет. По какому принципу, скажем так, внутри будут выстроены другие пары, исходя из какой логики, это носит уже характер второго, скажем так, действия. Главное, прежде всего, понять, что ни с чем не рифмуется, ни к чему не подходит. То есть мы предполагаем, что в данном случае, наверное, участнику может быть легче ориентироваться на древние предметы, поскольку они как раз проходятся в начале пятого класса, может быть на современные, поскольку они по умолчанию более понятны из общей гуманитарной эрудиции, общего культурного кода. Но так или иначе, понятно, что передвижение, шитье, готовка еды, защита и вооружение, какие-то работы, связанные с рубкой, пилкой и так далее. Вот эти предметы у нас здесь действительно существуют в древности и в современности. Ну, например, понятно, что элемент 3 и 6 рифмуется между собой. Раньше еду готовили на костре, теперь ее готовят на комфорках. Элементы 1 и 4 аналогично. Раньше шили костяными нитками, теперь для того, чтобы это сделать, пользуются швейной машинкой. Ну, там, прямо даже не то, чтобы прямо совсем теперь. Ну, вот когда-то ей пользовались. Сейчас там, я не знаю, да, люди, чтобы спасти себя, могут использовать оружие. Раньше для этого использовались копии. И, да, понятно, что лишним изображением, у которого нет пары, будет изображение номер 2, самая сложная, на первый взгляд, конструкция, у которой действительно из представленного перечня нету понятного, очевидного, да, двойника. Что это такое? Этому посвящен вопрос номер 2, да, вопрос номер 3, извините, на который мы смотрим, где у нас четко спрашивается, для чего предназначен предмет, изображенный на иллюстрации. Да, понятно, что это предмет, предназначенный для отчета времени, да, то есть подобные конструкции, даже сейчас нам можно увидеть в парках, солнечные часы, да, в общем-то, в чем-то действуют по сходному принципу. Прекрасно, теперь перейдем к заданию 4-10. Все эти задания объединены тем, что в них нужно поработать с исторической картой-схемой. Итак, что мы здесь видим? На, да, той иллюстрации, которая, которую сейчас сопровождает мой голос, мы видим эту карту в своем историческом, скажем так, виде, то, что зачеркнуто, да, мы сейчас специально сняли все купюры, чтобы вы могли увидеть оригинал той карты, которая была вам представлена. Понятно, что эта карта исторически именно персидской державы и окружающего ее древнего мира. Итак, да, пойдемте дальше. Понятно, конечно, что когда легенда расшифрована, то все гораздо проще и понятнее, чем в том виде, в котором это давалось для выполнения, но сейчас мы с вами уже ничего и не выполняем. Сейчас мы с вами разбираем как раз, да, на что, может быть, обратить внимание, о чем следует подумать, о чем следует задуматься на следующем раунде подготовке. Итак, выберите из приведенного списка имена правителей государства, рост территории которого отражен на приведенной схеме. Значит, у нас персидская держава, соответственно, да, мы здесь должны выбрать тех правителей, которые связаны именно с жизнью, деятельностью и ростом персидской державы. Это Ксеркс, да, это Кир Великий и это Дарий Третий. Остальные правители с персидской державой связаны не были. В пятом номере, да, понятно, что речь идет про Нил, здесь, тем более, вот есть дополнительная подсказка, что с карты у вас это слово было убрано, тем не менее, понятно, что с реки Нил, в принципе, начинается изучение древних цивилизаций, скажем так, да, начало пятого класса всегда у нас идет через призму трех рек Нил, Тигр и Ефрат, причем в первую очередь Нил, поскольку египетская цивилизация, да, выдержанная вокруг одной реки, традиционно открывает ворота в огромный и прекрасный мир древнейшей истории. Шестое. Шестое задание связано с тем, что нужно выбрать верное утверждение относительно исторической карты схемы, которая представлена выше. Итак, посмотрим. С походами, обозначенными на схеме, связано появление легенды о троянском коне. Ну, разумеется, нет, поскольку, да, троянский конь появился вне контекста персидской державы, да, это именно элемент троянской войны, греческой мифологии. На схеме обозначены некоторые территории, входящие в состав современной России. Давайте посмотрим на эту схему. Действительно, мы здесь видим, как минимум, Пантикопея, это крепость, которая располагалась в современной Керче, мы видим Крымский полуостров, мы видим территорию между Черным Азовским и Каспийским морем, которые входят в состав России, то есть, да, побережье Краснодарского края, то есть, достаточно большое количество территорий, которые сегодня относятся к России. Государство, граница которого обозначена на схеме, прекратило свое существование в результате походов Александра Македонского. Да, здесь, в общем-то, даже дополнительно пояснять нечего, действительно, в результате походов Македонского персидской державы не стало. На схеме обозначены походы персов против нескольких городов-государств. Да, собственно говоря, греко-персидские войны, как мы понимаем, до Александра Македонского в Греции. Вот были военные союзы, но, по сути, Греция была, да, большим таким вот полуостровом, на котором был целый ряд городов-государств, не связанных формально единой какой-то государственной властью, и поэтому греко-персидские войны, это войны персидской державы против, по сути, отдельных городов-государств. На схеме обозначен город, в котором была воздвигнута статуя Зевса Олимпийского. Давайте посмотрим на эту схему. Нет, собственно говоря, из всех греческих городов здесь только Афина и Спарта, и поэтому, в общем-то, да, ответ этот не верен. Следующий вопрос. На схеме отражены завоевательные походы народов моря. Трагедия народов моря — известный момент, который прекратил и древнейшее греческое существование, вот, и вмешался в целый ряд цивилизаций Средиземноморья, но народы моря здесь никак не отражены, здесь изображены именно что основные завоевательные походы самих персов. На схемах обозначены территории Междуречия. Ну, разумеется, Тигр и Ефрат здесь у нас, да, оба подписаны, поэтому, в общем-то, в данном случае это, как говорится, ответ вполне очевиден. В границах государства, обозначенного на схеме, указаны названия племенных союзов, основавших древнерусское государство. Ну, вполне понятно, да, что скифы, сакомасагетские племена, да, никакого отношения к образованию древнерусского государства не имели. Более того, да, само древнерусское государство образовалось гораздо севернее, чем те территории, которые в данном случае у нас отмечены на представленной карте схеме. Далее, девять. На схеме обозначен один из древнейших почтовых путей в мире. Да, действительно, собственно говоря, мы видим, да, царскую дорогу Персии, которая в данном случае у нас отмечена, и на схеме обозначен торговый путь из дворя к греке. Нет, потому что, ну, во-первых, в этот период его еще, в принципе, не существовало, вот, во-вторых, потому что он тоже проходил гораздо севернее. Прекрасно, идем дальше. Номер семь. Выберите изображение, связанное с историей и культурой государства, границы которого обозначены на схеме. Вот. Понятно, что в данном случае у нас да, подходит изображение только два и подходит изображение восемь. Остальные изображения, связанные с, да, законами Хамурапи, связанные с греческой цивилизацией, с колизеем, с египетскими иероглифами, с финксом, пирамидами и так далее, вполне понятно, что, да, к персидской державе отношения не имеют. Вот. Выберите иллюстрацию, на которой изображен памятник, относящийся к семи честам светом. Ну, пирамида Хеопса, цифра семь, да, единственная из сохранившихся чудес света до наших дней. Девятое. Выберите иллюстрации, связанные с государством, в котором был создан приведенный объект культуры. Перед нами, да, вполне узнаваемый, зримый символ египетской цивилизации. Вот. И, соответственно, из этого же перечня мы выбираем теперь то, что с ней связано. Сфинкс, да, иероглифику и пирамиду Хеопса. Один, шесть, семь. Десять. Значит, да, дальше у нас говорится о том, что пострадал какой-то из памятников культуры. Известно, что это было связано прежде всего с тем, что сфинкс потерял свой нос. Вот. Да, ну уж неизвестно, Астерикс, Обеликс это сделал, Наполеон или кто-то еще. Но понятно, что это сфинкс, изображение номер один. Идемте далее. Одиннадцатое задание у нас связано с, да, удивительной археологической находкой, одним из самых известных памятников средневекового Китая, с выдающейся абсолютно по сохранности армии Древнего мира. Вот, что можно понять из того, что, да, 800 статуй из обожженных глинов, разные рода войск и так далее. При этом это все сторожило могилу великого императора. Не царя, не фараона, не там кого-то еще, а именно императора. Соответственно, да, нам нужно выбрать из двух великих империй вот этого периода. Ну и с учетом того, что памятник сам по себе удивительно узнаваем, вот, да, одна из, в том числе, главных современных достопримечательностей Китая, то, да, в данном случае у нас тут вполне понятно то, чем мы это заполняем. Это терракотовая армия, которая, собственно говоря, да, была создана при Циньшу Хуанди, вот. Ну и, конечно же, при нем был построен из этого перечня, вполне понятно, единственный китайский, скажем так, элемент этого списка, это, да, великая китайская стена. Ну и последнее задание, двенадцатое. Прочите описание древнего учреждения и выберите термин, обозначающий учреждение с таким же функцией в наши дни. Вот, да, здесь у нас идет речь про неневийский архив, один из самых известных архивов древнего мира. Вот, да, огромное количество глиняных табличек, часть из которых сохранилась, собственно говоря, да, до наших дней, и, там, дошло, смогли что-то расшифровать и так далее. Вот, разумеется, это библиотека, да, ну, не склад, не музей, вот, не древлехранилище, потому что на момент создания этого, да, объединения глиняных табличек это еще никаким древним само по себе не было, ну и уж не галерея тем более. Прекрасно. Я очень надеюсь, что наш разбор был для вас полезен. Желаю, да, для учащихся пятого класса не растерять свой интерес к истории и дальнейшего успеха на Олимпиадном поприще. Большое спасибо за внимание.